Улица 22-го партсъезда. Средняя скорость движения не более 30 км в час. Быстрее здесь просто опасно. Ямы большие, края острые. Судя по фрагментам разбитой фары, кому-то здесь уже не повезло. Специалисты замеряют. Глубина данной ямы 9 сантиметров на 3 больше максимально допустимых показателей. Ширина 1,5 метра, длина почти 3. И это при норме 15 и 60 сантиметров соответственно. Рядом на Нагорной, по которой водители любят объезжать пробки, ситуация похожая. Домам 12 лет. Соответственно, дороги делаются, а делаются не на совесть. Я сам видел, был свидетелем. Как машина просто-напросто провалилась. И здесь стоял эвакуатор, который забирал этот автомобиль. Насколько опасна эта яма под слоем воды, понять сложно. Замеры показывают, что преодолеть ее могут только внедорожники, клиренс которых больше 16 сантиметров. Общий размер выбоины 2,5 метра на 2,5. Легковые автомобили рискуют здесь застрять. Мы выявили нарушение, замедлили ямы. После этого должностные лица будут привлечены к штрафу. На должностные лица штраф вставляют 2000 рублей, на юридические лица штраф 300. В большинстве случаев до штрафа не доходится. Ямы все заделывают, устраняют нарушение. В марте этого года в результате оценки дорожного полотна с пятилетней гарантией всем компаниям были предъявлены претензии и требования об устранении повреждений за свой счет в кратчайшие сроки. Брак выявлен в том числе и в ходе контроля качества, который осуществляет созданный по инициативе главы Самары Дмитрия Азарова Общественный совет при Департаменте благоустройства и экологии. Общая сумма обнаруженных недоработок составила 16 миллионов рублей. Недобросовестные подрядчики приступят к исправлению ошибок в ближайшие дни. Где-то городские власти латают дыры сами. Так, часть советской армии уже привели в порядок. Для сравнения, по состоянию на начало 2011 года около 90% дорожного покрытия находилось в ненормативном состоянии. Причина в том, что за последние 15 лет площадь недоремонтированных магистралей превысила 7,5 миллионов квадратных метров. К 2013 году этот показатель снизился до 70%. Как следствие, в общероссийском рейтинге городов Самара незначительно, но поднялась по уровню и состоянию дорожной сети. По оценке экспертов, для приведения в порядок самарских трасс потребуется минимум 18 миллиардов рублей. При этом за пять лет из бюджета всех уровней на ремонт дорог областного центра было выделено всего 5 миллиардов. Сейчас денег хватает только на то, чтобы поддерживать покрытие в нормативном состоянии. В этом году на ремонт потратят в общей сложности полтора миллиарда рублей. Продолжение следует...